Гематома и ссадины на руках, разбитое колено. О том злополучном дне жительница Пензы до сих пор вспоминает с дрожью в голосе. Пенсионерка возвращалась домой через лесополосу возле новозападного кладбища. В какой-то момент с ней поравнялся неизвестный мужчина и стал вырывать сумку. Женщина попыталась оказать сопротивление, однако силы были неравны. То ли он меня по ногам ударил, что я упала, то ли просто от того, что мы боролись, я оказалась на земле. И сумка пока еще была у меня. И он дальше меня начал бить уже ногами. Ногами начал бить. И, естественно, я не справилась. Конечно, он у меня отобрал эту сумку. Когда женщина пришла в себя, злоумышленник уже скрылся. Истекая кровью, потерпевшая добралась до проезжей части, где ей оказали первую помощь продавцы цветов. Они же и вызвали полицию. На место происшествия незамедлительно выехала, естественно, оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, а также возможных свидетелей случившегося. Кинолог с служебной собакой обследовал территорию совершения преступления. В нескольких метрах от места преступления полицейские обнаружили пустую сумку потерпевшей. Из сумки злоумышленник забрал мобильный телефон и кошелек, в котором было 11 тысяч рублей. Причастного к совершению преступления полицейским быстро удалось найти. Им оказался неоднократно судимый житель областного центра 1970 года рождения. За хищение чужого имущества с применением насилия мужчина может лишиться свободы на срок до 7 лет. Сейчас он заключен под стражу.